Это не означает, что он будет выглядеть таким образом, но это как вариант, как предложение. Ольга Мурашкина, главный специалист Комитета градостроительного регулирования, показывает и рассказывает, каким может быть парк культуры и отдыха через несколько лет. Место многофункциональное, предназначенное для всех групп населения. Такова должна быть главная его особенность. Планируется организация детской зоны. Возможно, это будет не одна зона, а две зоны. Они будут тяготеть жилой застройки, студенческий проезд и фабричный проезд. Зона тихого отдыха будет занимать порядка 80%. Постараемся сохранить зеленое насаждение. Зона тихого отдыха, как правило, располагается на доле красивых участков парка. Она будет там погодеть к реке, набежной. Зона спортивного отдыха планируется тоже. Возможно, две зоны, потому что площадь парка достаточно большая. Велосипедные дорожки сейчас очень волнуют вопрос всех. Естественно, мы тоже его предусматриваем. Аттракционы и пляж, места общественного питания, музеи и выставочные залы, новая сцена, возможно, даже реконструкция старого моста. Идей благоустройства парка очень много. Большинство из них подают сами жители, которые пишут письма и предложения. Мы очень благодарны жителям города за то, что идет много писем с предложениями о включении тех или иных объектов досуга на территории парковой зоны. Обязательно все эти предложения будут учтены при разработке проекта парка. И, я надеюсь, будут воплощены в жизнь. Но чтобы воплотить идеи в жизнь, нужно пройти несколько важных этапов. В этом году мы обязаны завершить, сделать санацию и работать над проектом. Первый этап реконструкции парка – таксация, то есть обследование зеленых насаждений. Они располагаются на 20 гектарах, а всего парк занимает 39 гектаров. Обследование закончится через неделю. Затем будет ясно, сколько и чего нужно вырубать. Проведут аукцион и сделают санацию, то есть вырубку. Только после этого архитекторы и сотрудники культуры могут приступить к созданию проекта. Не раньше следующего года. Данные этапы – требования Московской области, которые отражены в специальном документе. Региональный парковый стандарт Московской области. Он утвержден постановлением правительства Московской области. И в этом документе прописаны этапы реконструкции парка. Этот документ, его использование является обязательным. Таким образом, эта реконструкция – дело нескольких лет. Сейчас в парке каждую субботу в 11 часов проводятся бесплатные мероприятия для детей. В этом году впервые проводился рок-фестиваль. Подумывают и над предложением жителей установить временную детскую площадку. Жители некоторые предлагают там детскую площадку установить. А где установить, если это подлежит вырубке, там будут вырубаться деревья. Потом ее снести надо. Не возражаем. Если, допустим, это будет легкая конструкция, которая легко демонтируется впоследствии и не требует больших денежных затрат, почему бы нет? Однако это возможно только после вырубки деревьев с целях безопасности. Сколько в итоге потребуется денег на реконструкцию парка, пока неизвестно. Она будет стоить десятки миллионов рублей. Благоустройство парка планируется организовать на условиях софинансирования Ивантиевки и Московской области. Юлия Естегнеева, Сергей Денисов, Светлана Климова, Ивантийское телевидение.